Мы решили с Алисой, что волосы у куклы будут розовыми. Вот такой вот розовый хлопок у меня есть. Вот такие вот кудряшки будут у куколки. Я пришью вот здесь, во-первых, по центру, по пробору, и дальше пришью так, как мне нужно, по голове плотно эти полосочки соединяя. То есть кудряшки будут только снизу. Вот, и я долго думала сделать такие кудри, либо просто пряжу привязывать, да, по типу, как эти кисточки. Но решила остановиться вот на таком варианте. Я вяжу 50 петель, 51, и обычные воздушные петли, и дальше столбики без накида вяжу обратно. И таким образом туда-сюда, в общем, провязываю. И получаются такие вот кудряшечки. Вот так. Мне кажется, ей очень идет этот цвет волос. Мы думали по поводу ярко-розовых, по поводу пудрово-серо-розовых, и по поводу красных. Но остановились на нежно-розовых волосиках. Мне кажется, красотка получается. И головной убор у нее 100% будет какой-то интересный тоже. Показываю вам продвижение. Куколка теперь у меня с волосами. У нее также будет шапочка еще. И я вяжу ей платье. Платье вяжу без мастер-класса. Просто... Просто вяжу, в общем, как хочу. Это будет у меня платье на пуговицах, чтобы легче было надевать. Ну, либо какая-то часть будет на пуговицах, потому что голова у нее большая, а тело само вот достаточно худенькое по сравнению с большой головой. Ну, и вот такой вот цвет яркий мы выбрали с Алисой. Цвет фуксия для нашей куклы. Ну, и смотрю... Смотрю фильм «Джентльмены». С какой-то третьей попытки, наверное. Но все-таки хочу посмотреть сейчас, пока дети спят. А за окном у нас сегодня дождь. Вот такая вот погодка. Ну, что ж, куколка готова. Волосы я немножко переделала, чуть-чуть поправила поровнее. В общем, такие кудряшки у нее получились. Вот такое платьишко с подъюбничком. Платье хорошо свое не выбросило, хотя хотела уже с 100-летней давности. Вот, и пошло оно на такие кукленные одежки. Осталось сделать туфельки. Ой, что-то ей уже ногу там перекрутили. Осталось делать туфельки и какой-то головной убор. И будет красотка. Платье я связала сверху, вязала по кругу. Тут небольшой реглан-погончик, лицевую гладью. Дальше вот такой интересный узор. Даже как образец просто еще связала. Возможно, какую-то летнюю вещицу тоже можно будет потом применить. Здесь у меня на кнопочке вот так вот все вручную я пришивала. Черную кнопку не видно, потому что я достаточно далеко пришила. вот как-то так. Так, и здесь у меня было смыкание в круг, вот, то есть не до конца я так вязала. И вот такое вот платьишко вышло. В общем, доченька очень довольна. И вот такая сумочка еще. Здесь мы приклеили сердечко. Вот. Такая вот такая вот кукла. Сегодня я ей свяжу шапочку и туфельки, сфотографирую, выложу в инстаграм. Ну, и дочери отдам, конечно, чтобы она уже играла ею. Потому что она ее очень уже ждет. А это просто брошка такая. Показываю процесс. Мне захотелось делать шляпку для этой куколки. И я выбирала между вот этим вот цветом, да, розовым, он отличается. Такой он пудрово какой-то, припыленный. И между вот таким бежевым. Он тоже отличается от материала, которым я вязала куклу. Но почему я выбрала вот этот в итоге? Потому что эта пряжа, она довольно-таки тоненькая. Нужно было бы вязать в две нити. И это совсем не просто, когда вы вяжете крючком. Поэтому я решила остановиться на цвете соломы, да, ближе к соломе. И потом уже украшу чем-то эту шляпку. Мне кажется, что будет все равно хорошо смотреться. Даже пусть под цвет кожи, да, подходит слишком похоже по цветам. Но ничего страшного. Мне кажется, что и в жизни ведь тоже так же у нас. Мы сами носим шляпы соломенные, бежевые. И кожа у нас такого же цвета. Так что все как в жизни. Насчет того, какие будут поля, широкие или более узкие, я сейчас тоже определюсь. Но пока я вяжу просто круг по окружности головы. Дальше на какую-то часть будет глубина. И потом уже буду вывязывать поля. Все это я делаю по мастер-классу. Ну, точнее, куклу и шляпу я делаю по мастер-классу. Лучший от мамы канал. Там кукла Иришка. Но у меня она немножко другая в этот раз. Личко у нее другое. И ручки без проволоки. И волосы тоже вязаные. Так что вот такой вот у меня рабочий стол, рабочий процесс идет. Такая вот шляпка у меня получилась в итоге. Я очень ей довольна. Мне так понравилось ее вязать. Это очень просто вяжется. По схеме круга. Дальше мы просто вяжем глубину-глубину необходимую. И дальше опять схема круга. Я шляпку отпарила. Но просто Алиса уже играет. Ей очень понравилось. И она играет. Надевает, снимает, надевает, снимает. В общем, немножко поля стали закручиваться. Но, в принципе, это ничего страшного. Мне даже так больше нравится. И я привязала такое вот... Кстати, можно, наверное, зажигалкой опалить. Вот такую ленточку и вот такую розочку тоже у меня была. Получилась замечательная летняя шляпка. И вот она, куколка. И вот такой вот у нее образ. Шляпка очень хорошо надевается. Можно ее повыше оставить. Можно прям на всю глубину. Она не будет закрывать глазки. Там где-то еще сумочка. Но я вам вставлю фотографию. Сумочка где-то у ребенка, наверное. В детской. Вот такая куколка у меня получилась. Мадмуазель. Вот такая вот. В замечательном платьишке, на котором я отработала узор. Узор тоже интересный. Думала сначала, может быть, себе маечку буду вязать таким узором. Но передумала, так как он слишком прозрачный получается. Но вообще, интересный, необычный. Вот такая кукла. Осталось только ей сделать туфельки. И все. Будет наша дамочка полностью укомплектована. И, конечно же, Алиса сразу ей придумала и зимнюю одежду, что ей нужно. Но я с ней договорилась, что лето еще длинное у нас впереди. До зимы еще время есть. Так что я все сделаю, но чуть-чуть попозже. На самом деле, очень интересно вязать кукол. Она, каждая из них получается необычная. Какая-то своя по настроению. И наряд им, продумывать какие-то детали. Все очень-очень увлекательно. Но от этого устаешь. Ну, по крайней мере, я устаю. Вязальщица спицами в основном. Те, кто вяжет игрушки амигуруми, наверное, не устают. Наверное, у них не заканчивается вдохновение. Но у меня вот все закончилось. Мои силы иссякли. Больше я пока игрушек, игрушки пока вязать не буду. Вот. Достаточно. Вот такая вот куколка. Я довольна ею. Мне нравится, как она получилась. Она совершенно другая, в отличие от той первой. Еще раз для сравнения, да. Это моя интерьерная куколка. Это дочкина. Игровая куколка. Вот такие вот две подружки. По одной схеме связанные, но совершенно разные. У нее проволока в ножках. И так как дочка ей уже ходит, там сидит, то они немножко кривые. А так они вот ровненькие. Вот такие вот две куклы. Джули надо еще связать шапочку обязательно. И хочу сделать шапочку. Но тоже чуть-чуть попозже. Я просто пока потеряла вдохновение. Все, оно у меня ушло. Ушло. Было потрачено на это все. А также я начала наконец-то новый процесс. Я долго думала, что я хочу связать из той сиреневой пряжи, которую я вам показывала. Я вязала футболку, которая мне не получилась в итоге. Я решила ее не перевязывать, а сделать что-то другое. Другим узором, другой формы, совершенно другой образ. И я начала вязать вот такую вот вещицу. Тоже я вяжу ее раздельно. Все это спинка у меня получится. Она не оверсайз, не широкая. Это будет примерно такая маечка, которую я хотела связать крючком, ромбиками, которую показывала в одном из видео или в нескольких видео. Я вдохновилась ею, но решила связать ее все-таки спицами и другим узором, более мелким. Вот посмотрите, это основной узор. Изнаночная, то есть это лицевая сторона. Но изнаночной вязкой она в основном вяжется. Простой такой узорчик. То есть три петли вместе изнаночной петлей. Следующую петлю мы вывязываем из одной три петли. И все четные ряды, они по рисунку вяжутся. То есть лицевыми получается. Но мне нравится больше, если честно, изнанка этого узора. И вот теперь я думаю. Ну, в общем-то, я, наверное, довяжу спинку, постираю, посмотрю, как это смотрится, как это выглядит в разложенном, уже в таком виде после ВТО. И потом я решу. Ну, и это тоже неплохо, да? Такой мелкий узорчик получается. Это будет маечка с пуговками впереди. Но не крючком, а спицами. И взяла я в этот раз спицы на полразмера поменьше. Футболку я начинала вязать тройкой, а это у меня два с половиной. И все получается так, как я и хочу пока, по крайней мере. Вот такие вот ади у меня с тонкими острыми кончиками на красной леске. Вот здесь пока меня все устраивает. И я надеюсь, что так будет и дальше. И в планах у меня начать еще две вещи. Да, именно две. Я хочу, чтобы не было три процесса. Все, чтобы они были разными. Один из них будет маленьким, небольшим. Будет сумка. Я уже тоже давно собираюсь, но вот-вот возьмусь за нее. Я буду вязать сумочку. Еще не определилась я по форме. Ждала с Али такое дно овальное и ручки. Но на самом деле ручки совершенно другие по стилю. Отличаются они от донышка. Дно такое овальное, длинное. А ручки круглые, деревянные. Поэтому я не знаю, что выбрать. Либо такой шоппер, сумка шоппер с овальным дном и с другими какими-то ручками. Либо обычное донышко я выберу и круглые ручки. Ну, либо вот такой вот вариант еще у меня есть. Но я изначально хотела сумочку с каким-то узором, жаккардовую, с каким-то графичным узором. Мне хочется это прям связать. У меня руки чешутся. Я хочу сейчас в процессе подбора формы и узора, конечно же. Поэтому если у вас что-то есть, какие-то идеи, вы мне отправляйте, пожалуйста, в инстаграм ссылочки. Я всегда с удовольствием смотрю все, что вы мне отправляете. И очень-очень классные идеи. Третий будет секретным. Потому что у нас начинается совместный проект с девочками. И я хочу тоже поучаствовать, ввязаться в него. И ввязать тайную летнюю вещь. Так что оставайтесь на моем канале. Следите. И вы узнаете, что же это за секретная вещь. Субтитры создавал DimaTorzok